По сравнению с 2014 годом число российских туристов снизилось на несколько десятков процентов. Постепенно тает и поток туристов из Финляндии, особенно любители алкоголя, поскольку акцизы постепенно уравнивают цены на спиртное. Но если Таллинн еще способен выжить в этих условиях, то под удар поставлена судьба гостиничных хозяйств в регионах, которые и до этого едва выживали. А повышение налога с оборота с 9 до 14 процентов способно просто довести местный туризм до реальной катастрофы и парализовать всю отрасль. Против повышения налога с оборота в два раза выступают гостиницы и весь туристический сектор Эстонии, в котором работают десятки тысяч человек. Авторы налогового пакета до сих пор не проанализировали влияние этого плана не только на отели и туристические хутора, но и на весь туризм. Сильнее всего повышение налога ударит по сельским регионам, а в более широком смысле по всему сектору обслуживания, в частности по сезонным рабочим, у которых и так низкие зарплаты. Увы, по мнению специалистов, повышение налога должен будет компенсировать не так называемый богатый иностранный турист. Скорее это произойдет за счет зарплаты рабочих мест всех работающих в туристическом секторе людей. Союз Турфирм отмечает, что ситуацию не спасет ни постепенное повышение налога, ни рекламная кампания. А руководство задается вопросом, почему мы должны сознательно выталкивать предпринимателей из конкурентной борьбы и отдавать обслуживание туристов соседним странам. К сожалению, даже всеми любимый сказочный Таллинн, при условии, что он станет еще и сказочно дорогим, туристы могут просто проигнорировать. В каждой стране себя уважающие есть и свои интеллигенты, и есть свои придурки. К сожалению, в данной ситуации налоговая политика, скорее всего, создает последнее. Я думаю, что эта отрасль для экономики был довольно успешным в последние годы, и совершенно непонятно, почему ему надо какие-то сделать новые препятствия, вместо того, чтобы, наоборот, как-то помогать развитию. В открытом письме представители турфирм, отелей, ресторанов и спа говорят о личной ответственности каждого политика, каждый из которых просто обязан еще раз взвесить все за и против, и еще и еще раз подумать, прежде чем поддержать на голосовании такого рода поправки. Ведь они могут погубить одну из немногих прекрасно функционирующих отраслей хозяйства. Кстати, завтра Департамент статистики опубликует отчет о количестве посетивших нашу страну туристов, и радостных цифр ожидать не приходится.